На территории Бобруйск-арены раздаются сигналы машин. Из колонок звучит музыка военных лет. Горожане готовятся к патриотическому автопробегу с говорящим названием «Спасибо деду за победу». Акция проходит десятый раз подряд. С каждым годом участников все больше. Сегодня в колонии около 300 авто, а это более 1200 человек. В этот день я считаю, что нужно каждым бобруйчанам, жителям нашей страны собираться, приводить своих детей, деткам рассказывать историю нашей Родины, нашей Великой Победы. Участие в автопробеге это не просто так. Это воспоминания о том, что наши деды воевали. И не было бы их, не было бы нас. Я считаю, что каждый человек, который живет в Беларуси, России и еще во всех странах, они должны помнить этот праздник. День Победы для меня это память в первую очередь. Я пришел не один, а пришел со своим любимым дедушкой. Мой дедушка воевал, прошел всю войну, два раза в танке горел. Говорил, что последнее ранение получил он в Калининграде. Чуть-чуть не хватило ему, брать Берлин. Государственные флаги гордо реят на машинах и в руках участников патриотического автопробега. Символ того, что мы – единый народ, который вправе гордиться своей суверенной страной. Каждое авто оформлено в своем неповторимом стиле. У одних на стеклах портреты дедов и прадедов, у других на капоте маскировочная сеть. А некоторые железные кони и вовсе напоминают военную технику. Долго думали, смотрели картинки, все по картинкам, в интернете искали, танк Т-34, смотрели, как пулемет Дегтярев. Я не первый год участвую. В честь наших дедов, прадедов, которые воевали. Это все сделали для 9 мая, всю эту машину. Мы ее успели перекрасить, подготовить. Мы ставили самодельный флагшток для того, чтобы повесить туда флаг. 14.00. Колона начинает движение. Первая остановка у Георгиевского храма. В небо взмывают белоснежные голуби – символ мира и созидания. Далее победный заезд следует по Минской. Пункт назначения – Курган Славы в деревне Сычково. 15-километровый путь автомобилисты проделывают за 30 минут. День Победы – это великий наш праздник, который мы отмечаем всей семьей, всей страной. Мы доказываем это, что наш народ непобедим, единый. И мы любим нашу страну. Это праздник на века. Это память наша, чтобы мы помнили, благодаря чему мы живем, благодаря чему мы имеем мирное небо над головой. К подножью мемориала в честь советских воинов и партизан ложатся красные цветы – символ пролитой крови. Люди склоняют головы и вспоминают тех, кто ценой жизни подарил нам мир. Минута молчания, обжигающая тишина, в которой сплетаются воедино радость великой победы и боль невосполнимых потерь. Белорусы знают о войне не только по книгам и фильмам, но прежде всего из семейных рассказов. Мой дед Андрей Нелин участвовал в боях под Бобруйском, прошел ад в немецком концлагере, бежал и чудом остался жив. Похожие истории во многих семьях. Нам есть кем гордиться. Вблизи Кургана Славы участники автопробега растягивают государственный флаг – символ суверенитета и независимости Беларуси. Свободы, которая была завоевана ценой миллионов жизней, сотнями разрушенных городов, сожженных деревень и утраченных культурных ценностей. Но наш народ выстоял, выжил и победил. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.